Друзья мои, всем привет! Мы сегодня находимся с вами в магазине Микло и будем примерять вот верхнюю одежду. Так я решила, потому что ну, так мне захотелось посмотреть не пуховики, не не теплую такую зимнюю, а вот такую вот осеннюю. Типа пальто, курточки всякие, вязаные кофты, в общем, что-то такое. Я хочу сказать, что я понимаю, что части моих зрителей сейчас не до шоппинга, не до примерок, не до всего вот этого вот. И я, если кто не знает, то я жила в Израиле много лет, и я очень хорошо понимаю боль этой страны. Всем нелегко, мне тоже нелегко, и настроение у меня так себе, не то слово так себе, настроение у меня плохое, настроение у меня ужасное, какой-то упадок, и вообще все вальцы из рук, и ничего не хочется делать. Но я решила прийти поснимать. Ну, вы знаете, что, не знаю, мне, например, помогает шоппинг. Вот как это не смешно, я понимаю, что это глупо, наверное, но мне помогает, вот, знаете, отвлечься, выйти по магазинам, посмотреть какие-то вещи, попримерять, как бы это как-то возвращает меня в какую-то вот видимость нормальной жизни, понимаете, и, в общем, это просто помогает. Я надеюсь, что, вот, то, что я вам сейчас буду показывать, как-то вас отвлечет, развлечет, и, как бы, ну, выведет вас из состояния вот этого вот дикаона, девочки, вы понимаете, кто понимает и говорит, вы знаете, что это такое. Вот, всем остальным желаю приятного просмотра, и вот пальто из из Юникло на осень, красивое, симпатичное, базовое, очень, очень даже неплохое. Ну, и начну я, собственно, не с пальто, а с такой вот вязаной кофты, которая мне очень понравилась, потому что она очень универсальная. Вот я пришла вот в таком вот длинном вязаном пальто, оно такое более массивное, оно более длинное, оно практически мне до пола, а вот это вот мне нравится тем, что оно довольно такое, знаете, ну, как в Беларуси говорили, сграбное, есть не сграбное, есть сграбное, и пуговец нету, есть два кармана, вот такая вот длина до середины колена у меня, у меня рост метр шестьдесят, они из разных цветов, есть такое, есть черное, бежевое, в общем, ну, такие базовые цвета, хорошие, и какой-то размер, я сейчас посмотрю, вам скажу, сколько стоит, тоже посмотрю, скажу, наверное, это синтетика, но оно очень приятное на ощупь, и вот мне нравится на своей компактности, оно не очень толстое, но при этом и не тонкое, и мне вот нравится, что у него такая средняя длина, что оно не до пола, вот это немножко мне неудобно, это то, что оно очень длинное, я когда в машину сажусь, мне это не очень удобно, или, например, я вот здесь у нас в торговом центре есть эскалатор, и я зашла в магазин, в торговый центр, и пошла на эскалатор, и я должна была его вот так вот держать, вот так вот подобрала, потому что я бы боялась, что эскалатор его зажуют, вот, а вот это вот такое вот, вот приятное, для меня хорошая такая ширина, я думаю, что это лапча у меня размер, оно не в самый раз, но мне тонкая плача, поэтому, в принципе, хорошо, но мне даже если будет поле, какой-то свитер, или что-то потолще, тоже будет нормально, и пойму, а, это медиум, вот я вижу здесь, даже не ларч, а медиум, видите, оно довольно такое большое, и пройма не маленькая, то есть, от него можно надеть вполне, что будет свитер, вот, и, в принципе, будет нормально, будет хорошо, так, это размер медиум стоит, оно 70 долларов, это не очень дорого, в принципе, нормальная цена, но оно полное, а, 8% шерсти, то есть, 60 полиэстер, 30 акрил, и 8% шерсти, и вот такой вот, очень-очень приятный цвет, такой бежеватый, чуть-чуть такой желтоватый, коричневатый, он не ровный цвет, а такой, знаете, как меланж, видите, тут и серый немножко, и такой желтоватый, такой, типа, бежевый, вот, сам, сам, самоков-то такая, светло-серая, я бы сказала, да, и в ней присутствуют разные цвета, очень приятная, очень приятная вещь, очень даже симпатичная, приятная на ощупь, не очень толстая, не очень тонкая, вот то, что нужно, вот смотрите, это куртка из линейки Uniqlo C, вы знаете, у них есть новая вот эта линейка, Uniqlo C, это как дизайнер, я сейчас прочитаю, как ее зовут, она сотрудничала с какими-то очень такими люксовыми брендами, я не помню, девочки, простите меня, я, ну, не совсем, не совсем в адекватном состоянии, поэтому я, я не, не помню имени, не помню, с кем она сотрудничала, диванши, что ли, с кем-то, не помню, ну, в общем, короче, она сейчас работает с Uniqlo, и она делает, в конекции, вот первый год Uniqlo C называется, здесь есть вещи эти, я потом уже, свернусь, попримеряю, сейчас у меня нет настроения, и я, ну, не точно, ну, как бы, еще раз, хорошо, а вот, значит, такая вот коротенькая, стеганая культочка с вельветовым воротничком, и она, бомб, что с ней, значит, манжет такой, вязаный резинкой, как будто бы, да, и от размера в medium, она очень большая, посмотрите, какая, ну, очень, ну, большая, широкая, то есть, в medium мне довольно, как свободно, я понимаю, что с этим платьем, это выглядит как-то нелепо и глупо, с платьем цветочек, сюда нужна им какая-то емка, или какие-то джинсы, или брюки какие-то, в общем, здесь у нее, по-моему, есть вот такие вот завязки, которые можно завязать, и она станет внизу, как будто, вы знаете, пузырем, в этой пусе, ее можно затянуть, вот здесь внизу, с помощью этих завязок, и она тогда будет не такая, во-первых, широкая, и будет поддувать, а во-вторых, ее можно, видимо, как-то поддувать, ну, в общем, короче, в ней есть карманы, вот, и вот такая вот, стегально-симпатичная куртюшка, такая, тоже, они из разных цветов, есть вот такая, есть тоже светло-бежевая, молочного цвета, темнее, в общем, тоже опять очень базовых цветов, ничего яркого, ничего необычного, а хорошие такие цвета, очень тоже низкая пройма, посмотрите, сюда можно самый что ни на есть свитер с очень низкой проймой надеть, и будет очень даже... Ну что, вот здесь написано, что-то коллаборация с английским дизайнером Клэр Вайт Келлер, в общем, она известна тем, что она, значит, ну, очень любит создавать коллекции с такой кежуал одежды, ну, при этом, значит, с духом таким, с легкого шика, для необходимых вещей, на каждом, вот так вот, с каждым написано, значит, стоит эта куртюшка 130 долларов, ого, не слабо так они оценили, ну, вот, вот ее номер, не слабо они оценили эту коллаборацию, и, значит, 100% найлона сама куртка, и наполнитель 100% полиэстер, и подкладка 100% полиэстер, воротник 100% хлопок, и там еще какие-то, что-то где-то здесь, вот, немножко другая ткань, ну, вот, в общем, вельветовый вот этот вот воротничок, он, конечно, хлопковый, кармашки, и вот здесь вот, вот эти вот завязки, внизу, внизу, понизу, как-то они так интересно пришиты, очень хитро, ну, сделано хорошо, аккуратненько, такая вся прям курточка, очень, крутяшка, медиум размер, видите, довольно широкая, большая, но короткая, коротковатая, могла быть и подлиннее, конечно, но так симпатичная, конечно, дорогая, оценили ее, как прям такой, как будто куртка-куртка, смотрите, вот такая вот курточка, значит, я лично сейчас уже, мне она не очень нравится, я просто показываю ее, как то, что вот есть в магазине, потому что, ну, может быть, кому-то нравится, я не знаю, мне не очень нравится вот эта ткань, она уж очень такая, ну, она притворяется дубленкой и вот это вот мех и вся вот эта вот но это такая искусственная замша такая чем мураха такая, знаете, которая в принципе ну как бы сразу видно, что что это не ну что-то вот как-то дешево она выглядит, короче что я тут танцую вокруг, дешево выглядит, мне не очень нравится но может быть кому-то это окей, кому-то это как бы все равно и она вся такая на меху внизу какое-то время назад я только носила такие вещи, мне они нравились но сейчас что-то мне как-то не очень вот это вот не знаю, в общем если же покупать или настоящую замшу или чтобы она не была ну вообще из ткани или что-то такое но есть люди, которые настоящую кожу, настоящую замшу не хотят носить а это такая вегетарианская кожа, вегетарианская замша и поэтому вот для них она видимо хороша и подойдет она вся такая на меху коротенькая мне кажется, что они немножко вышли из моды уже это такой как будто бы куртка-авиатор но это не совсем авиатор они везде есть уже много лет и в Заре они есть и в H&M все их делают весь нос-маркет но вот здесь я не считаю, что это самый удачный вариант вот такой куртки но в принципе имеет место быть и имеет право на жизнь стою, стою, записываю, записываю потом поняла, что кнопочку записи я не нажала вот так повторяю второй дубль значит, стоит она 100 долларов на 100 долларов она вообще не выглядит совершенно или как я сказала в первом дубле что, наверное, сейчас так выглядят вещи которые стоят 100 долларов если вы хотите что-то, чтобы выглядело лучше нужно заплатить больше вот так сейчас выглядит 100 долларов но если кому-то вот нужно то вот ее номера значит, все сплошной полиэстер полиэстер, полиэстер, конечно же и размер это был медиум я не знаю, как ее, например, стирать или как ее вот в химчистку, наверное потому что, вот смотрите вот этот мех белый он же сваляется испачкается превратится в какую-то грязную вообще грязную чебурашку и сама вот эта замша тоже ну, в общем, короче не знаю мне не очень это ой, девочки я, знаете, стою так и ругаю эту куртку и вдруг я подумала что, может быть, кому-то это нравится я очень не люблю когда блогеры когда что-то примеряют ругают на чем свет вещи, которые они примеряют потому что, возможно, что есть люди, которым нравятся такие вещи которые их носят и с удовольствием будут носить а я тут стою распинаюсь типа, ой-ой, какая это простите меня кто-то любит такие вещи кому-то это нравится не обижайтесь на меня я просто еще сейчас в таком настроении что я вообще не могу себе позволить немножко быть такой как это грампи это называется по-английски а по-русски угрюмым таким, знаете вот бухтелкой такой который вот ну, да, все и не нравится все и плохо в общем да, ну ладно давайте пойдемте дальше ну вот, смотрите я не могу сказать что мне все не нравится не правда вот мне очень напоминается вот этот вот этот короткий пальчик они тоже есть разных цветов есть серое такое по-моему, есть темно-синий и вот это вот это очень красивый цвет оно прямо очень нарядное я бы сказала даже, что оно немножко шикарное где-то я понимаю, что у меня не очень подходящая одежда на мне чтобы примерять такие вещи ну, так вышло уж как вышло так вышло ну, вот вы видите вы понимаете и, в общем вот такой вот она длины значит, вот где-то вот от колена вот чуть-чуть верлю очень длинный рукав я сейчас постараюсь его загнуть потому что иначе это выглядит полевуха на мне вот так ну, в общем надо мне еще это как-то подогнуть чтобы было красиво я просто у меня телефон в руке мне неудобно но вы понимаете по-моему, это ларш размер а может и медиум они тоже сейчас я вам скажу подождите ну, да это ларш и, в принципе ну, мне можно было бы и медиум опять же потому что она мне тонкое платье если она мне будет свитер так, наверное ларш будет самолет ну, вот так вот она выглядит в ширину довольно широкая то есть вместо есть хотя натянута она тоже не должна быть она должна быть такая свободная оно полупальто она оно полупальто оно знаете очень неплохой неплохая ткань и очень оно так выглядит в общем даже я бы сказала как такое как будто бы что-то дорогое и вот сразу даже не скажешь что я не клуб в жизни она даже выглядит лучше, чем на видео тут как-то в зеркале я смотрю как-то оно так а в жизни оно прям очень-очень так ну вот пожалуйста это тоже курочка стоит 160 долларов 159,90 как я и говорила что 100 долларов выглядит вот так а 160 выглядит вот так если вы хотите что-то чуть-чуть получше то вы должны заплатить уже немножко больше денег значит какой у меня состав так так сейчас я вам скажу ага в ней 40% шерсти поэтому она такая недешевая это в общем неплохо 10 наилон и 50 полиэстер ну в принципе достаточно много шерсти подкладки нету вот ее цифры ларш размер я примеряла вот так оно выглядит внутри подкладки нету очень аккуратно хорошо все сделано аккуратненько все воротничок все так обработано хорошо видите ткань такая немножко ворсистая ну цвет конечно такой цвет марки тоже ну это не так чтобы каждый день не ходить и по метро ее таскать наверное это весь более такая ну скажем не на каждый день кстати есть в рукавах есть подкладка это очень удобно видите в рукавах есть подкладка это очень удобно да хорошее, симпатичное такое пальто. Так, ну и вот пальто. Я долго выбирала, какой мне принести размер, мидиум или ларч. Я примерила в своем магазине. Тут примерочные оба и мидиум и ларч. И решила, что все-таки ларч получше. Все-таки оно такое посвободнее. Потому что мидиум мне прям тютелька в тютельку. Правда, мне длинные рукава. Вот этот рукав я подкрутила. А вот так вот он выглядит, видите-ка, да? Полную длину. Тоже очень симпатичное пальто. Я думаю, что он такой же состава, как это. Даже приятнее на ощупь. Мягче. Тоже большая, видите, широкая пройма, широкий рукав. Подкладки нету. Подкладка только в рукаве. И вот такая вот хорошая длина. Не длинная, не короткая. Давайте я сейчас сниму. Вот так. Вот. Одна пуговица. Большой вырез. Красивый такой воротник. Ну, в общем, пальто достойное, честно скажу. Карманы сшито неплохо. Ну, оно, конечно, не на холодную осень. Потому что у него нет подкладки. Ну, вот такое вот пальтишко. Очень-очень-очень неплохое. Очень неплохое. Посмотрим, сколько оно стоит. Так, посмотрим. Стоит оно 179-180 долларов. Размер Large. Вот его номер. И в нем тоже немножко меньше 37% шерсти. 42 nylon. 21 polyester. Вот. Ну, тоже есть шерсть. Шерсть меньше. Но оно как бы пропорционально. Вот если это стоит 160, а это 180, то я бы, конечно, уж лучше взяла длинное. Потому что оно более практичное, удобное. Ну, как длина, все-таки, это хорошо. Все-таки мы же смотрим вещи на осень. И у нас речь идет о холодной погоде. Поэтому, как бы, чем длиннее, тем лучше. Приятный воротник. Смотрите, так хорошо сделан, обработан. Здесь все так хорошо сделано. Тоже нет подкладки. Есть подкладка только в рукавах. И вот карманы внутри. В общем, все очень-очень достойно сделано. И очень приятная вот такая вот бархатистая немножко ткань. В принципе, пальто вполне достойное. Единственное, что оно без подкладки. То есть, оно не не на холодную погоду. И мне не хватает плечиков. Было бы неплохо, если были бы плечики. Правда же? Мне кажется, правда. Ну вот, дорогие девочки, я сняла все, что я принесла. Сейчас облокочусь. Немножки не держит. Старушка. Все вам померила. Все вам показала. Я надеюсь, что видео было не очень не очень унылое. Потому что я сегодня без шуток, без прибауток, без хохом. Потому что вот. Ну, вы знаете почему. Вот. И все. На этом все. Я надеюсь, что все-таки какую-то интересную информацию вы получили. Я надеюсь, что хоть как-то я вас развлекла. Я желаю всем-всем-всем-всем всего хорошего. Я всех обнимаю. У нас тоже очень неспокойно в Торонто. Представьте себе. Вот. Вот прям сейчас читала новости. Стояла. Тут, в общем, кошмар. Кошмар. Что происходит? Девочки, дорогие мои. Я вас очень люблю. Я вас всех обнимаю. И всем желаю мира, спокойствия, здоровья. Чтобы все-все-все у всех было хорошо. И видим в следующем видео. Надеюсь, что оно будет повеселее. И ситуация будет получше. И мы сможем с вами как всегда шутить, веселиться и улыбаться. Люблю. Целую. Бай. Пока.